Здравствуйте! Это программа «Лицом к лицу» и я ее ведущий Евгений Агарков. Три месяца назад в Украине инклюзивное образование стало обязательным во всех школах. Для полноценной работы необходимо подготовить преподавателей, научить работать с детьми с особыми образовательными потребностями и подготовить сами заведения и их инфраструктуру. О том, что такое инклюзивное образование и как оно внедряется, говорим сегодня с экспертом по вопросам образования резидентом кабинета эксперта общественного движения Всеразум Альбиной Паренюк. Здравствуйте, Альбина! Добрый день! Я вот, чтобы далеко не ходить, расскажите нашему зрителю в общем, что такое инклюзивное образование, что оно подразумевает? Потому что вот слова какие-то такие, знаете, не каждый поймет, о чем идет речь. Нужно сказать, что впервые я лично услышала об инклюзии в 1998 году. И это понятие инклюзии, оно для нас, для всех до сих пор является новым понятием. Обозначает оно включение каждого человека в процессы общественного преобразования. И это касается не только людей с особенными потребностями, людей с инвалидностью, учащихся с особенными возможностями. Это касается абсолютно всего гражданского общества, представителей всего гражданского общества. Потому что они тоже включены в этот процесс. И формированием нового гражданского общества, инклюзивного общества сейчас мы и занимаемся. именно. Ну то есть как это выглядит вот на практике для обычного человека, для ученика? Ну я так понимаю, что в данном случае мы говорим об инклюзивном образовании для детей с особенными потребностями, да? Вот как это выглядит на практике? Ну мы должны понимать, что инклюзия предполагает две стороны. И создание условий для детей с особенными потребностями. А условия эти создаются тоже, учитывая ресурсы. И в том числе человеческий ресурс. Если ребенок попадает в школу или в учебное заведение, дошкольное или высшее учебное заведение, конечно, среда, она влияет на его социализацию, то есть на его включенность. И вопросы буллинга, которые сегодня тоже обсуждаются и принимаются, есть проект закона, который сейчас очень горячо обсуждается общественностью, экспертными кругами, говорит о том, что это проблема для нашего общества. Вхождение и включение в деятельность и социализация детей, людей с особенными потребностями предполагает создание определенного атмосферы и условий. Эти условия, они различные, но они направлены на то, чтобы разрешить потребности человека, который нуждается в социализации, включить каждого и в то же время показать возможности этого включения. вот потребности и возможности включения. Возможности, они касаются инфраструктурных, ресурсных изменений, сервисов различных. А потребности, конечно, они уже обновляются, и решение этих потребностей требует новых-новых-новых подходов. И вот как раз новые подходы, они и ставят определенные задачи для образования, каких специалистов готовить, какими методиками они должны владеть, как они это должны делать, какие возможности у них есть для того, чтобы создавать определенную атмосферу и силу. Давайте вот, может, на примере, даже вы нам пару примеров расскажете, вот что мы имели там, например, до внедрения и что мы имеем после. Ну, давайте большую картину, да. Мы практически раньше не видели людей с особенными потребностями или с инвалидностью, как тогда это называлось, да. Мы их не видели ни на улицах, ни в школах, ни в учебных заведениях. Ну, как, мы их видели, но это были единичные случаи скорее. Это абсолютно единичные случаи. Это исключение из правил. Да, почему? Потому что существовали у нас семейно направленная, семейно централизованная система сопровождения этих людей. И каким образом? Через комиссии ПМПК. Это психомедицинские, педагогические консультации, которая в краткие сроки диагностирует ребенка или человека и направляет его в соответствующее специальное заведение, где он может получить определенную образовательную услугу. Такие дети обычно находились на индивидуальном обучении. Они не имели возможности вхождения в среду своих однолетких и не имели возможности социализироваться, как остальные дети. Не было условий таких. Сейчас создается такая, я бы сказала, сеть, да, сеть ресурсных, инклюзивно-ресурсных центров. Это вот как, допустим, метафорические розетки, да, для включения детей с особенными потребностями. То есть это центры, которые дают очень глубокий анализ и глубокую диагностику и предлагают возможное разрешение потребностей этих людей, направляя их в учебные заведения, советуя, консультируя и создавая вот такие условия для того, чтобы эти люди могли абсолютно спокойно включиться в общественные процессы. Какие категории детей вот подпадают под это образование, под эти критерии? Инклюзив касается не только людей с инвалидностью, с особенными потребностями. Инклюзивное образование касается вообще нового формата концепции образования как такового. То есть это включает и качество образования, это включает и управление образованием, это включает и финансирование, этим образованием. И вот, например, тот же самый принцип финансирования образования, он сейчас не работает на инклюзию. То есть если предложены учебные заведения для детей с особенными потребностями, то у них есть выбор. пойти в инклюзивно-ресурсный центр, выбрать какое-то специальное учебное заведение или выбрать обычную школу. И есть выбор. То есть по количеству где-то около 40 тысяч детей, которые сейчас состоят на индивидуальной форме обучения. И 12 тысяч они уже включены в инклюзивное образование, то есть они имеют возможность обучаться в обычных школах. 12 тысяч это по всей Украине? Да, по всей Украине, да. Всего 4 миллиона учащихся, и вот из них вот такой процент. Ну вот вы сказали о, как минимум, трех видах из тех, что я запомнил, учебных заведениях, да. То есть как это вот внедряется, как реформируются вот эти обычные школы, и как внедряются эти дети в обычные школы, скажем так? Ну, информационно это очень сложно, потому что ресурсные центры, они только сейчас набирают специалистов. Только сейчас эти специалисты, в общем, там определенные критерии для набора этих специалистов существуют, но это недостаточно информации, недостаточно, наверное, еще в этом направлении мы продвинулись. И поэтому у нас все идет параллельно. Хотелось бы, чтобы дорожная карта всех этих изменений, она была более, ну, как бы, чтобы приоритеты в этой дорожной карте были расписаны более подробно, нежели сейчас. То есть сначала создание ресурсных центров, специалистов, подбор специалистов, команд и форматов этих ресурсных центров и апробация их в пилотных проектах. Но для этого люди должны знать, что такие центры существуют, какие их полномочия, какие права, кто к ним может обратиться, может ли школа быть партнером такого центра, может ли только дети с особенными потребностями быть, посещать эти центры, какое финансирование этих центров. То есть масса-масса вопросов и проблем возникает пока. Но малыми шагами, конечно, двигаемся практически. И многие динамика наблюдаем сейчас, что в 60 где-то процентов увеличилось количество детей в инклюзивных классах на сегодняшний момент по сравнению с предыдущим годом. Это мы сейчас о каких детях говорим? Детям с особенными потребностями. Вот, например, у нас была такая статистика 2017 года, когда в инклюзивных классах обучалось 8 тысяч учащихся, а в сегодняшнем году обучается 12 тысяч учащихся. Такой рост – это очень большая, хорошая, положительная динамика. Хорошо. Еще касаемо специалистов, которые набирают вот эти центры, о которых вы уже упоминали, как происходит процесс, что в себе должен изменить этот специалист, этот человек, какое образование он должен получить и что он должен уметь для того, чтобы работать с такими детьми? Ну, мы должны понимать, что каждый ребенок, который попадает в инклюзивный класс, он все равно нуждается в сопровождении. Сопровождающих такого ребенка в классе должно быть два человека. Один человек – это ассистент преподавателя, а второй человек – это ассистент ребенка. И, конечно, на сегодняшний день, попадая в инклюзивные классы, в котором есть еще 30 учеников, эти классы, они не соответствуют требованиям для инклюзивного образования. Подготовка преподавателя, атмосфера, просветительские такие вот, скажем, форматы, когда родители не понимают, почему именно в их классе должен обучаться ребенок с особенными потребностями, и они не понимают, что их дети точно так же, как и ребенок с особенными потребностями, они бывают разные. Это не только касается детей-инвалидов, это касается различных типов детей. Вот есть с травмой психологической дети, они тоже нуждаются в определенной атмосфере, определенных инструментах для того, чтобы эта инклюзив, включение состоялось. Насколько вот у школы есть обязательства или законное право у этого человека отдать ребенка в свою школу и понимать, что его там действительно примут? Есть ли какой-то закон, который обязует принимать таких детей? Ну, принят был закон об образовании, в котором расписано, что такое инклюзивное образование, можно обратиться к этому закону, прочесть, что на бумаге должно быть, какая идеальная картина, да? Мало того, этот закон должен наработать еще очень много нормативно-правовых актов. И вот как раз нормативно-правовые акты, они должны обязательно быть инициированы снизу. То есть родители, учителя, директора школ, они должны инициировать какие-то нормы, положение этих законопроектов, этой нормативно-правовой базы, которая бы была жизненной в школах. Потому что очень много того, что пишут в министерстве, не отвечает реальным потребностям на местах. То есть я понимаю, что когда приходишь уже устраиваться в школу, то ситуация оказывается немножко другая, потому что сталкиваемся с определенными моментами, которые они учли в том же законопроекте. Вот, например, директор школы имеет право, по нормам нового закон, законодательства образовательного, имеет право набирать штат сотрудников. Он имеет такое право. Он может набрать психолога, коррекционного педагога, он может набрать тех специалистов, которые нужны для инклюзивного образования. А может их и не набрать. То есть это все зависит, я так понимаю, что от директора заведения или от кого это зависит? Ну, во-первых, директор заведения должен быть фигурой свободной. Для этого нужна автономия учебных заведений, чтобы он мог в содружестве не с управлением образования, а в содружестве с родителями и этой пикловальной радой, которая создается в автономном учебном заведении, смог бы более близко работать с родителями и отвечать на нужды уже учеников. Поэтому тут очень много нюансов. Начиная от автономии учебного заведения и продолжая этот разговор о принципе финансирования, «Деньги ходят за ребенком» и о тех задачах, которые стоят перед новой структурной реформой, а именно создание этих ресурсных, инклюзивно-ресурсных центров. Вот это такой комплекс задач. Он еще пока только-только начинает внедряться. И мы ожидаем, что все-таки будет больше информированности общественности для того, чтобы она подключилась. Нужны громадские организации, которые работают в этом направлении. Очень много еще нужно, чтобы общество открылось для инклюзии. Спасибо большое. Гостем программы «Лицом к лицу» был эксперт по вопросам образования, резидент кабинета эксперта общественного движения «Всеразум» Альбина Паренюк. Я Евгений Огарков. Прощаюсь с вами до следующего эфира на UATV. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова